Всем привет! В эфире канал Turkish People. Меня зовут Елена, и вы сейчас находитесь на моей кухне. Мы уже здесь с вами варили чай, а сегодня мы будем варить кофе. Я туристам советую постоянно покупать вот такой кофе Mehmet Efendi. Есть он в таких пакетиках, есть он в больших банках. Я покупаю для себя в маленьких пакетиках по той простой причине, что мне хочется, чтобы кофе был свежий, запах у него постоянно сохранился. А когда он открытая банка, и если вы редко пьете кофе, вот как мы так завариваем достаточно нечасто, то он выветривается, это вкусный запах. Что нам нужно для того, чтобы приготовить кофе? Я все уже здесь приготовила. Конечно, нам нужна джезва, по-турецки это вот турка. У нас будет 2 чашки кофе, поэтому она такого размера, потому что они есть на одну чашечку, на две и на большее количество. Говорят, что надо брать именно турку такого размера, сколько кофе вам надо. У нас есть чашечки, а в них уже налита вода. Вода холодная. Я приготовила еще сахар и ложки. Начнем по порядку. Процесс варки турецкого кофе, в принципе, не очень сложный. Только нужно обязательно соблюдать последовательность. Самое первое, что мы сделаем, мы нальем воду. Холодную воду. У меня холодная фильтрованная обычная вода. Вот сколько кофе мне нужно, столько воды я и беру. Вот чашечки. Здесь у меня есть сахар. Кофе турецкий можно пить не сладкий, средние сладкости. Когда вы будете заказывать турецкий кофе, например, в кафе, вас обязательно спросят. С сахаром вам или без шикерлимы, шикерсис. Если вы хотите сахаром, вы скажете шикерлиболсун. То есть, да, хотелось бы с сахаром. Тогда вам сварят с сахаром. В некоторые, я видела здесь, в Турции добавляют обычный сахар кусочками. Ну, я считаю, и я тоже это видела, добавлять надо уже сахар. То есть, вот обычный сахар-песок. Сколько ложек сахара надо добавить? Ну, я, в принципе, хочу достаточно сладкий. Вот у меня две чашки. Значит, я добавлю две ложки сахара. Я перемешиваю. Заметьте, я сначала добавляю сахар в холодную воду, обыкновенную. Не сильно перемешаю. Так. Теперь у нас следующим этапом. Это у нас кофе. Мы его открываем. Специально взяла новый пакет. Я очень люблю, как пахнет кофе. Когда вот его открываешь, вот такой вот запах кофе. Такой вот аромат. Я надеюсь, и вы его почувствовали. Изумительно просто. Теперь нам нужна ложечка чайная. Говорят, чайная ложка. Но запомните, в Турции чайная ложка – это вот такого размера. Маленькая для чая, действительно. А вот такая ложка, к которой мы привыкли к России, чайная. Вот, они говорят, маленькая ложка. Вот она, кючук кашек. Вот она нам и нужна. У нас две чашки. Значит, мы возьмем две ложки кофе. И причем возьмем хорошенько, не жалея, прямо с горкой, одну ложку. И берем вторую. И будем перемешивать. Мы перемешиваем. Ну, так особо, особо не стараясь. То есть мы не блендером, ничем, просто ложечкой перемешали. Все. Это вам не нужно. Ну и приступим к самому важному моменту. Мы поставим сейчас на огонь. Ну, или у вас плита электрическая. Вот такой средний огонь. Не самый маленький, не самый большой. И больше кофе мы не прикасаемся. То есть вот он должен завариваться самостоятельно. Мы только за ним наблюдаем. Варить кофе несложно. Самое главное, соблюдать последовательность. А второй пункт, не отходить далеко от нашей турки. То есть мы смотрим, что там происходит. Смотрим внимательно. То есть это буквально несколько минут. Но пока вот эти минуты пройдут, я вам еще немножко расскажу про кофе. У меня есть вот и такой. Он достаточно необычный. Вот есть турецкий кофе. Это тоже известная фирма Кейфи. Она здесь, вот посмотрите, дамласа кызы. То есть со вкусом жвачки, если перевести. Некоторые люди даже удивляются, где же вы такой нашли. Я скажу, он продается в магазине А101. Вот я в других местах, правда, и не видела. Есть со вкусом лукума, розовый пакет. А вот этот со вкусом жвачки. Когда его заваривали, чем бы сравнить? Вот когда со вкусом лукума, просто действительно как будто сладкий. Это, собственно говоря, как будто со вкусом конфет. Вот, начинает образовываться пенка. Собственно говоря, мы и ждем. Это вот немаловажная часть заваривания турецкого кофе. Мы, когда размешивали кофе в холодной воде, мы его полностью хорошо не вымешали. И там вот чуть-чуть его остается. И именно из него, говорят, появляется эта пенка. Она нужна нам, чтобы наш кофе выглядел красивым. Раз мы его делаем дома, чтобы он выглядел так же, как в кафе настоящем турецком, где вам могут его подать. Конечно, не все могут позволить себе с утра вот столько времени стоять, смотреть, чтобы кофе не убежал. Вот что, вот прям выполнить все как положено. Поэтому кофе вот в нашей семье, по крайней мере, пьем мы не часто. И это, например, в выходной день. И не обязательно рано утром. Когда вот ждешь, кажется, что время очень медленно идет. Хотя кофе варится не больше пяти минут. Вот, смотрите. Это густая вот черная пенка начинает образовываться. Мы сейчас ее снимаем и аккуратненько распределяем по чашечкам. Потом можно чуть-чуть перемешать и вставим обратно. Нам осталось совсем чуть-чуть. Вот вы, наверное, обратили внимание, что у меня турка, она обычная. Говорят, что лучше заваривать кофе в медной. В магазинах продаются вот такие. Посмотрите, что произошло. Обязательно такой момент надо. Вот он поднялся. Все. Кофе наш готов. Можем выключать. Я слышала, что некоторые заваривают кофе по несколько раз. То есть поднимают и обратно ставят на огонь. Но вот кофе Мехмед и Фензи, он очень сильно молотый. И считается, что достаточно одного раза, чтобы он так закипел, чтобы у нас получился именно то, что надо. А мы сейчас это увидим. Аккуратно распределяем. Видите, даже там осталось. Смотрите, я наливала одинаковое количество воды. И все равно мне осталось чуть-чуть больше кофе. Вот мы его оставляем. Посмотрите, что мы видим. Мы видим эту белую пенку. Если пенка получилась, значит турецкий кофе у нас удался. Вы наверняка обратили внимание на мою посуду, на мой кофейный набор. Он чем-то похож на кжель. Даже вот такие же розы. Но он турецкий. Он куплен здесь, в Турции, в магазине Мадам Куко. То есть вот в Турции тоже можно найти что-то напоминающее вам Россию. Видите, какая красота. Но мы сейчас будем пробовать кофе. И я буду рассказывать еще вам истории про Турцию. Потому что пить кофе, как и чай, его надо пить горячим. И это достаточно длинный процесс для беседы. Ну, а сейчас я буду наслаждаться своим кофе. Это очень вкусно получился. Я, помните, добавила ложку сахара. Интересно, кофе у меня сладкий. Я чай пью без сахара, а вот кофе очень люблю сладкий. Хотя, для тех, кто не любит сладкий кофе, и раньше ведь его тоже не пили с сахаром. Знаете, что использовали? Я вам сейчас покажу. Обязательно кофе подавали вот такой маленький лукум. Он и сейчас продается у нас в обычных, во всех магазинах. Вы наверняка видели, что есть лукум в больших коробках, большими кусочками. А есть в таких маленьких баночках, где вот лукум вот такой вот маленький. Вот обязательно. Вот может так же красиво я его сервирую. Вот. Это будет правильная подача турецкого кофе. Турецкий кофе и лукум. Прекрасное сочетание. Кстати, он достаточно быстро остывает. То есть его пьют, разговаривают, пьют маленькими глоточечками. И раньше, хотя и сейчас, турецкий кофе это одна из традиций при помолвке. Приходит семья жениха будущего. Вместе они все сидят, разговаривают. А невеста в это время должна на кухне сварить кофе на всех. И, конечно же, подать, принести всем. Вот обязательно пройти аккуратно. Не споткнуться. Вот она приносится жениху. Если жених ей не понравился, либо специально хочет посмеяться над ним, может добавить сюда соль. Я, конечно, никогда не пробовала кофе с солью. Но, говорят, не очень приятное. Соль, много перцев. Ну, это если, например, не хочет она замуж выходить. В любом случае, как-то вот показать это. Ну, и сейчас до сих пор эта традиция есть. Специально держат кофейные наборы. Мы видели в магазине их продают. Достаточно высокие цены. Такие красивые, прям с золотыми каемочками. И держат этот кофейный набор только для торжественных случаев. У нас случай не торжественный. У нас случай обычный. Поэтому мы пьем вот из таких чашечек. Замуж мне пока дочку рано выдавать. Мы такой набор себе кофейный не купили. И даже я вам расскажу секрет. Кофе чаще всего даже не сама невеста варит. А там, может быть, тетушки, подружки, кто-нибудь ей помогает. Потому что у невесты будущей могут трястись руки. Мало ли вдруг у нее невкусно получится. А ей не хочется перед будущей роднёй ударить в грязь лицом. Ну, вот за такой приятной беседой с вами я, в общем, допила свой кофе. Ну, на этом мы же не закончим. Вот чуть-чуть у меня осталось. Вот прям последний-последний маленький глоточек. И я уже потом его пить не могу. Видите? Здесь осадок. Луком я убираю. Но что дальше делают? Ну, кофе закончился, а беседа-то продолжается. Мы попробуем погадать на кофейной гуще. Чашечку вот так опрокидывают. Она полежит некоторое время. Вот гуще кофейное стекает. Я не вижу, что там происходит. А потом мы ее переворачиваем. Молодые девушки, знаете, что хотят увидеть там кофейное гуще? Переворачиваем. Ждем. Они хотят увидеть форму сердца. Для каждой ассоциируется, конечно, кто-то замуж хочет, кто-то хочет просто встретить любовь, а кому-то просто хочется показать всем, что... Так, ну, пробуем. Вот посмотрите, что у меня получилось. Я вот рассматриваю. Вот здесь полет фантазии может быть у всех. Мне вот кажется... Это похоже на домик, правда? Домик, крыша. Вот такие вот окна. Заборчик. Это я буду покупать новый дом. Хотя дом у нас уже был. И мы переехали сюда в квартиру. Ну, кто знает, жизнь наша такая длинная. Вот. У меня будет домик. А мне кажется, это море. Вот посмотрите, что у меня получилось. Очень интересный, увлекательный этот процесс. А еще в каждой кофейне вам к чашечке кофе обязательно принесут стакан воды. Если вам не принесли стакан воды, значит кофейня так себе. Потому что турецкий кофе надо обязательно запить водой. Запила свой кофе. Закончилась моя вода. Я вам рассказала много интересных историй о Турции. Я надеюсь, вам было интересно. Мы на нашем канале слушаем наших подписчиков. То, что просят в комментариях, мы стараемся снимать. Ну, если, как говорится, не завтра, то послезавтра обязательно снимем. Пишите комментарии, если у вас еще остались вопросы. Хотя, мне кажется, я очень и очень подробно рассказала, как сварить настоящий турецкий кофе. Именно такое я видела здесь, в Турции. Так готовил мне мой муж. Так готовят мои соседки-турчанки, мои родственницы. Я сама сколько раз пробовала. У меня всегда получается отменный кофе. Главный секрет, это соблюдать рецепт. Ну, и, наверное, сам вкусный кофе. Мехмед и Фензи мне больше всех нравится. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите наше новое видео. Всем пока!